Следующая книга называется «Китабы заката» Книга о закате Слово «закат» в арабском языке означает «амнама» то есть прирост вазиада и добавка А может приходить смыслового очищения То есть очищение сердца Из первого их выражения «Закат» То есть потех увеличился То есть когда увеличился потех и усилился Второго смысла это слова Всевышнего Если бы не щедрость Всевышнего Аллаха и его милость к вам То не очистился бы ни один из вас никогда Но Аллах очищает кого захочет А также слова Всевышнего множество И так далее И аятов относительно этого много По тарифу «закат» А что касается определения того Что такое «закат» в шариате И «исмон» Это слово Которым обозначается взятие Какой-то конкретной вещи Минмалин махтус из какого-то определенного имущества Аля усафин махтуса Которое описывается определенными качествами Минмалин махтуса И раздача этой вещи определенным группам Значит в этом вопросе Что мы разобрали Определение слова «закат» В арабском языке и в шариате Что касается в арабском языке То слово «закат» может вести два смысла Это прирост и увеличение То есть физическое Когда, например, растет урожай Или увеличивается имущество человека Как говорят «закат» То есть увеличилось Так? А может быть смысловом Значение То есть очищение Очищение сердца Нам Это два значения слова «закат» в арабском языке И что такое «закат» в шариате Определение слова «закат» в шариате Сказали Это взятие определенного имущества Из определенного имущества Так или нет Которое соответствует определенным качествам И раздается определенным группам Это то, что такое «закат» в языке и в шариате Говорит Хаджид Ибн Хаджир, хадис под номером 583. Говорит Хаджид Ибн Хаджир, хадис под номером 583. Говорит Хаджид Ибн Хаджид Ибн Хаджид Ибн Хаджид Ибн Хаджид Ибн Хаджид Ибн Хаджид, хадис под номером 583. Говорит Хаджид Ибн 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 Хадж Поэтому указание на то, что закат обязательный. Поэтому указание на то, что закат обязательного заката в исламе. Человек, который недавно только принял ислам, не знает того, что в исламе есть закат, обязательная выплата части имущества, так, если есть другие определенные условия. Человек может этого не знать и говорить, нет, нет такого, что я что-то обязан выплачивать. Такой человек не становится неверующим, но до него доводится долг. Что касается человека, который принял ислам не недавно, а уже давно, и находится на земле, который близко к исламским знаниям, то от такого человека не принимается заявление о том, что закат не является обязательным. И это не является оправданием для него. И он объявляется кем? Неверующим. Говорит. 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 или его тело осынет, будет эта процедура возвращаться к нему. И так будет, пока будет длиться судный день, который длился 50 тысяч лет. «Отстаюк ба бэйнам Идад» – пока не прекратится суд между рабами, «фаяра сабиляу имма иллдженна уа имма илляннар» – и он увидит свою дорогу либо в рай, либо с богой. Это на что указывает, что раз ему указывается дорога в рай, соответственно, он не из неверующих. Но за свое деяние был грешником, который заслуживает наказание, но не выходит этим из ислама. А некоторые ученые говорят, это второе мнение в вопросе, считают, что такой человек является неверующим. Передал мнение Ибнураджев это, как в его книге «Джема аль-Улюм аль-Хикам» от Саиды Ибнаджубейра, также от Насиа, также от Хакама, который сказал, что это один из реваяцов от имама Ахмада, за которым последовали некоторые из халбалитов. И это мнение Ибнаджуба из Маликитов. И некоторые привели в довод, используя этого второго мнения, слова Всевышнего, «фаинтабу уакаму салата, а атау с заката, бахалну сабиллахум». А если они, то есть кто? Многобожники, принесут свое покаяние и начнут выстраивать намаз и выплачивать закат, бахалну сабиллахум, тогда откройте им дорогу, то есть не причиняйте им вреда. Если они начнут выстраивать намаз и выплачивать закат, тогда они, ваши братья, поверят. Но большинство ученых ответил на эти доводы, чем «Анна хадис аби Гурейра далла аля анна мани аз закат тахтал маше». То есть хадис абу Гурейры, который приходит имаму Мусульму, указывает на то, что невыдающий закат по жадности находится под желанием Всевышнего Аллаха. Хочет его простить, а хочет его накажет. Поэтому, говорит, эти аяты нужно понимать, станут вашими братьями по вере, то есть полноценными братьями по вере. И настоящими братьями по вере, если они начнут выплачивать закат. И в этом вопросе более правильным являются мнения большинства ученых. Этот вопрос, иншалла ячу. Вопрос, маза яснаху аль-имам биман манаага бухлян. Как должен поступить правитель тем человеком, который не выдает закат из-за скупости? Закра аль-илм анна аль-имама яхузау, яхузауа минул кахран. Некоторые ученые упомянули о том, что правитель должен забрать у него закат силой. А большинство ученых сказали, он должен наказать его за то, что он не выплачивает закат. То есть наказать каким-либо способом, либо заключением тюремным, либо штрафом, либо чем-либо подобным. Правитель должен забрать у него закат силой, а также еще забрать у него половину его имущества. То есть все его имущества, которые есть, из него, во-первых, забирают закат, а потом половину имущества, которые есть, тоже забирать нам. Говорит, И в довод за это третье мнение был приведен хадис Бахз ибн Хакима от его отца, от его деда. Говорит, И в том, что пророк сказал, кто выдал закат, желая этим награды, тот получит свою награду. А тот, который не выдаст закат, то мы заберем у него его силой, а также половину его имущества. Так, что приказание из приказов нашего Господа «Ла яхиллю ли али Мухаммадин минхашейн» «Интимейство Мухаммаду не разрешено из заката ничего». Но большинство ученых ответов на этот хадис несколькими ответами. Из этих ответов следующее. «Анн-ал-хадис ла язбут» То, что этот хадис является недостоверным. «Пакаткал Ибн Хиббан мункером Ибн Хиббан сказал Ибн Хиббан, отвергая этот хадис, сказал относительно Бахз ибн Хакима. «Валю ла хадису фаинна ахизуга ва шатра малихи» Здесь есть некоторые что? Опечатки. Во-первых, «фаинна» должно быть. Так. «Фаинна ахизуга ва шатра малихи» «Не малиха, малихи». То, что сказал Ибн Хиббан, относительно Бахз ибн Хакима. Если бы не этот его хадис, мы возьмем его имущество, точнее, от него закатило, а еще половину его имущества. «Ла азхальтул ситтихат», «То я бы поместил Бахз ибн Хакима среди крепких передатчиков». «Ва шара шафии» или «Адам субутий». А также, сказал Ибн Хакима, указал на то, что этот хадис является недостоверным. Что этот хадис является недостоверным. Стоит. Дальше. Второй ответ на этот хадис. «Аджаба жаман минал улема алял-хадис бианну мансух». Другая целая группа ученых указала на то, что этот хадис установленный, но он аннулированный. «Ваи ваи дизайли каадам амал ас-фахабадии». И подтверждается это тем, что сподвижники не совершали действия по этому хадису. Произошло такое во время правления Абу-Бакара, что целая группа людей отказалась выплачивать закат, но вместе с этим не пришло, что сподвижники забирали у них половину их имущества. «Ва холю зимургу ас-фахаба». Говорит шейх Мамбхизам, и мнение большинства ученых является правильным. «Ва Аллах А'лам». Один Аллах лучше знает. «Ва у анна имама ю аз-диругу, ва ю акибаху». А это то, что правитель должен наказать этого человека каким-либо видом наказания. «Ва ла яхуд ныстанали» и не должен забирать у него половину его имущества, как это соответствует действиям сподвижников. Так, что касается этого хадиса, о том, что мы заберем у него его закат силы, а также половину его имущества, то этот хадис придет у нас в главе под номером 588. 588. И шейх Махамбхизам назвал его хорошим. Назвал его хорошим, а также шейх Албани. Назвал его, что хорошим. То есть это указывает на то, что этот хадис является установленным, но более правильно то, что он является аннулированным. «Вам ма инканаль на веймана ага паефатан на вон шока». Все, что мы читали выше, касалось отдельной личности. Если какой-то один человек отказывается выплачивать закат. А если закат отказывается выплачивать целая группа людей, у которых есть сила, ва мана и способность сопротивляться, то имам, то есть правитель, должен сражаться с этими людьми, пока они не выплатят этот закат. Как это делал Абу Бакар Асаддир, разъя Аллаху, а также другие сподвижники, теми, которые отказывали сплатить закат. «Вадо алейхима ас-сахаба». Я относительно этого есть и не согласно мнению сподвижников. «Вадо алейхима ас-сахаба». И на это указывают слова Всевышнего Аллаха. Если они раскаются и будут выплачивать закат, выстаивать намазку и выплачивать закат, тогда откройте им дорогу. «Вадо алейхима ас-сахаба». И на это указывают слова Всевышнего Аллаха. «Если они сделают это, тогда они защищат от меня свою кровь и свое имущество, кроме как по праву. Уахисабу маал Аллаху та'аля». И расчет на Всевышний Аллаху та'аля. «Осходисты ибн Умара, у Бухари и Мусыбе». Ясно или нет? Этот вопрос, иншаллах, поможет. Значит, есть разница между отдельной личностью, которая не выплачивает закат, и между целой группой людей, которые способны сопротивляться, у них есть силы, и они откажутся выплачивать закат правителю. То есть в первом случае правитель наказывает этого человека и, что делать, применяет к нему определенную силу для того, чтобы человек отказался от этого и начал выплачивать закат. А во втором случае правитель не просто наказывает, что делать, сражается с этой группой людей для того, чтобы они отказались от своего дела и начали выплачивать закат правителю. Следующий вопрос. «Из-за ахазал имаму заката Ахран. Если имам, то есть правитель, заберет у человека закат силой, то есть он отказывается выплачивать, приходит правитель, забирает его силой, то человек, у которого забрали закат силой, получает награду за это или нет? То есть он же лишился определенной части своего имущества, то есть награду за это перед Аллахом имеет или нет? «Из-за ахазал имаму заката Ахран. Сказал, как об этом приходится в книге «Маджму Аль-Хатаула». 22.20. «Из-за ахазал имаму заката Ахран. Говорит, разошлись ханболиты во мнении, если имам, правитель, то есть забрал закат у человека силой, то является ли действительно этот закат? То есть достаточно ли этого для этого человека? Или когда он раскается, он обязан еще раз выплатить закат? То есть уже как бы с намерением выплаты заката? Говорит Аля-Уджгейни. Относительно этого у ханболитов есть два мнения. «Ма анна га лату саадду мингу». Вместе с тем, что они говорят, что повторно у него уже имам не должен забирать этого заката. «Ахаду гума» первое мнение. «Ля тузди». То, что этот закат не является действительным от него. То есть не принимается от него, и он не получает за него награды. «Ля адам анния ма худрати алей». Потому что он не имел намерения выплачивать закат, вместо того, что у него есть возможность иметь такое намерение. В Астане и второе мнение. «Анна ният ал имам тахуму ма кам ният ал мумтаня». То, что намерение имама встает на место намерения того, кто отказывается выплачивать закат. «Ля анна ал имама наибаль мусульмин». Потому что имам, правитель, заменяет собой мусульман. «Фиада аль хукук аль ваджи ба алей». В вопросах выплаты обязательно, что выплат от их имени. «Валь ауу аль афа». Говорит Ибн Таймия, но первое мнение более правильно. «Файна на бея салаллаху ля салаллаху кана и ахудра минхум би атаин и я». Потому что пророк, салаллаху ля салам, забирал закат от людей не насильно, а так, что они сами его добровольно отдавали. «Вакатарраха кур'ан бинафи кабулиха». Их кур'ан явно заявляет, что их действие не принимается. То есть, если они делают это без намерения. Потому что они из тех, которые тратят свое имущество, вместе с тем, что не желают этого. Отсюда понимается, что если человек отдаст свой закат, вместе с тем, что он не хочет его отдавать, но просто потому что правители его заставляют. «Лям тукбал мину камам салла рияан». То Всевышний не принимает от него это дело, подобное человеку, который совершает намаз из Паказухи. «Вакан рахима в Аллах» сказал также, шефу ислам, в Мажмун-Фатава 22, 19. «Ва манакаму салата ва ата с заката не саакан ау рияан». Тот, который выстаивает намаз или выплатит закат из лицелири или из Паказухи, «файна ады вжди ууфизлайан». Это достаточно ему внешне. Что значит достаточно ему внешне? То есть правитель не заставляет его второй раз выплачивать закат. Говорит, ты первый раз дал, что? Неискренний закат. Давай второй раз закат выплачивай искренний. То есть нет, правитель не будет, от него требует заката второй раз. Так или нет? Один раз забрал, все. Говорит, «Муаля юкбал мину фельбатин». Но перед Аллахом это его дело не принимается. Как сказал Всевышний, «Залик и бьян нам каригу, манзар Аллах, ахвата амалиум». Это потому что они возненавидели то, что не спасал Аллах, поэтому Всевышний аннулировал их дела. Ва-каля также сказал, «Ва-наманау мантух баламинум нафакатуум, илля аннуум кафару билля его биратули, илля атуна салата, илля вум кусалла, илля вум кааригун». И говорит, что ничто не запрещает нам принять от них их пожертвование, то есть защитать им их и дать им за них награду, кроме как то, что они проявили не верю в Аллах и его посланника, и они завершают намаз лишь лениво и не дают ничего из пожертвований, кроме как сами этого не хотят. Ва-каля также сказал Всевышний, «Ва-наманау мантух баламинум нафакатуум, борежи, совершающим намаз, которые в своем намазе не врежли, а ллядинумум юра-ун, те, которые свой намаз совершают из показухи, а что не дают даже небольшое количество своего имущества бедным». Ва-каля также сказал Всевышний, «Ва-эда каму илля асалата каму кусаля», а если они встают на намаз, то встают лениво, «Ва-эда каму илля асалата каму илля асалата каму». Пока занимаются показухой перед людьми и поминают Аллах лишь немного. «Тумма карла за шейху лисляма, но ла-я-ада алей-иза-кал». А затем шейху лислям илля объяснил, что если он раскается, то он уже не должен чтобы выплачивать заказ повторно. Значит, что получилось? Если забрали у человека имущество силы, то есть заказ, вместе с тем, что он не хотел его плачивать, и отказывался его выплачивать, то этот заказ засчитывается ему в том смысле, что повторно, если он раскается, от него уже заказ не требуется. Все, он его уже выплатил. Но вместе с этим, этот заказ, который он дал без желания, не принимается от него, перед Аллах ханатали, и он не дает ему за это награду. Это, иншалла, понятно или нет? Это, иншалла, есть. Следующий вопрос. «Ха ль таджибу закату аля л-кафир? Является ли обязательным выплата заката неверующему?» «Амма уйзубуа бимана амну юталя бия ила аснама, ахад аджма ахлю ль айлм, что касается того, обязательно ли закат на неверующих, в том смысле, что когда он примет ислам, он обязан выплатить имущество за все те годы, пока он был в неверии, то этого он не обязан, что по именно властному мнению ученых. Значит, в невластном мнении ученых в чем? В том, что неверующий, допустим, до 40 лет был богатым человеком, но был кафиром, был неверующим. Потом в 40 или 50 лет принял ислам. И властном мнении ученых, что с него не берется закат за те годы, пока он был неверующим. Так с этой стороны, он выплачивать закат не обязан. Камаккали ибн хазин, как об этом сказал ибн хазин, лама наатлха уйзуба аминаглил, а что касается тех ученых, которые сказали, что неверующий обязан выплатить закат, То есть он будет получать наказание за то, что он был кафиром, и еще плюс, утилилось его наказание за то, что он был не из тех, которые выплачут закат, или за то, что он не совершал намаз и тому подобное. Ясно или нет? То есть, допустим, смотри, человек, два неверующих перед нами, допустим, один неверующий, что делает? Например, он неверующий, но он не совершает больших грехов, не пьет спиртной, не убивает, не ворует и так далее. Ему наказание есть, тут на день или нет в огне, есть вечный огонь, так как он был кафиром. А второй кафир, вместе с тем, что он неверующий, но он еще что, большой грешник, и дина делает, и музыку слушает, что и людей убивают, и воруют, и тому подобное. Нам. Такой человек, его наказание будет больше, чем у первого, или такое же, как у первого. Будет у него такое же наказание, как у первого, за неверие. Но еще плюс, добавка наказания за те большие грехи, которые он совершал. С этой стороны, ученые говорят, что он обязан выплачивать закат. Ясно ли я? В том смысле, что на нем ответственность есть, но он не выплачивает закат, и от него не принимается, пока он не примет ислам. Когда он примет ислам, он начинает, что выплачивать закат. Но в судный день, в судный день, если он умер на неверии, он будет получать наказание за свое неверие, и еще и за то, что не выплачивал закат. Ясно ли я? Говорит, И это более правильное мнение и слов ученых. И на это указано слова Всевышнего, что завело вас в Сахар, то есть, что завело вас в этот всплывающий огонь. Они сказали, мы не были из тех, которые совершали намаз, а также не кормили видников, а также мы пускались в разговоры вместе с пускающимися, и мы считали за ложь в судный день, пока к нам не пришла убежденность, и не приможет им заступник, кого заступников. То есть, в этом я те на что указание, то, что причины, почему они зашли в огонь, стало не только то, что они считали судный день за ложь, но и то, что они не кормили бедняка, и то, что они пускались в разговоры, и тому подобное. Все это не является неверием, но это также является причиной, почему они заходят в огонь, и почему их наказание в огне усиливается. Ва каулю тааля, а также слова Всевышнего, те, которые проявили неверие, и еще и избивали людей, путя Аллаха, таким мы накажем наказание, таким мы увеличим наказание, сверх обычного наказания, за то, что они сеяли порцию на земле. То есть, на что это указывает, то, что неверующий, который сам по себе был на неверии, но других от ислама, как называется, не удерживал, тот получит наказание. А второй, сам неверующий от других еще, призывает к неверию и удерживает от ислама. Такому его наказание будет увеличено в огне. В фалькапир, отсюда берется, что неверующий, умеется с тем, что он неверующий, и получает наказание за неверие, еще получает наказание за все свои грехи, которые он совершал в этой жизни. Валлах, не один Аллах, вот все. Это вопрос понятен ли мне? То есть на него можно ответить как? Кафир не обязан выплачивать закат, а можно ответить, кафир обязан выплачивать закат. Кафир не обязан выплачивать закат, в том смысле, что если он примет ислам, то с него не берется закат за те годы, когда он был неверующим. Но кафир обязан выплачивать закат, в том смысле, что на него эта обязанность распространяется, и за ее невыполнение в тот день ему будет усилено наказание. Это понятно или нет? Но вместе с этим, если кафир будет выплачивать закат, от него Аллах принимает или нет? Не принимает. Так? пока он не примет Ислам, пока он не примет Ислам. И не запрещает нам ничего принять от них их нафа, так, выплату, их закат, кроме как то, что они проявили, не веря в Аллаха и его посланника. Из-за этого от них не принимаются, пока они не примут Ислам. Вопрос, является ли обязательным выплатить закат звероотступнику? То есть здесь человек был в Исламе и был обязан выплатить закат, но затем вышел из Ислама. Забирается ли у него этот закат, которым он был обязан в Исламе, в любом случае, или нет? Вот этот вопрос ясен или нет? Говорит имам Ан-Науи в своей книге Шахфу-Маззак, И если стал обязательным на него закат до вероотступничества, То эта обязанность не впадает с него, из-за того, что он вышел из Ислама. Это невластное мнение шафиитов. И села Абу-Ханифа с него эта ответственность впадает. То мнение, которое выбрали шафииты, это одно из двух мнений Мазарь и Мама Ахмада. И оно является правильным. Потому что это право бедняков, которым он был обязан во время Ислама. Поэтому кто это право опускает, тот должен привести в долг. А что касается того, обязан ли выплачивать Муртад закат во время своей ридды, во время вероотступничества, то более известное мнение у ханболитов и у шафиитов, что он не обязан выплачивать закат. Потому что его постановление такое же, как постановление обычного неверующего. Потому что доводы, в которых упоминаются неверующие, эти доводы касаются как основных неверующих, так и вероотступников. Кроме как есть какой-то дополнительный довод. И это мнение более правильное. Значит, если вероотступник вышел из Ислама, то во время своего вероотступничества, допустим, он был вероотступницей 3 года, а затем обратно вернулся в Ислам. Во время вероотступничества за эти 3 года он закат выплачивать не обязан. И когда вернется в Ислам, за те 3 года он закат не выплачивает. Но если до вероотступничества он был обязан выплатить закат, и не сделал этого, и стал вероотступником, то правительство равно забирает у него тот закат, который он должен был выплатить во время чего ислама. Вот это ясно или нет? Следующий вопрос Является ли обязательно выплачивать закат из имущества ребенка или сумасшедшего? То есть ребенок или сумасшедший обязан намас считать или обязан ли он в разу платить? Не обязан, так? Но вопрос, из его имущества есть ли этот ребенок или этот маждун являются богатыми людьми? Допустим, осталось им наследство или дали им подарок Или они были богатыми, а потом стал он сумасшедшим, например Так, или ребенку осталось наследство Что из этого имущества выплачивается закат или нет? Да Говорит имаман Говорит Мазаб Шахиитов То, что обязательным является выплачивать закат из них имущества И это мнение большинства ученых Так, и обязан это делать то? Это делать обязан вали, то есть опекун этого ребенка или этого сумасшедшего человека И обязательность выплаты имущества Из имущества выплаты заката из имущества ребенка Ибн Музер передал Так, вот Умар ибн Хассаба Третье мнение, которое придерживался Абу-Ваэль, а также Саид Ибн Джубейр, а также Аль-Хасан Аль-Басри, а также Аль-Нахаи, ля заката химал асхуды, то, что нет заката из имущества ребенка. Третье мнение, которое придерживался Саид Ибн Мусайеб, говорит ля юзаки, хасы юсалли ва ясум рамадан, он не обязан, то есть из его имущества не забирается закат, пока он не начнет совершать обязательно намазы и подписываться весь рамадан. Четвертое мнение в вопросе, которое придерживался Аль-Аузаи, а также Саид Ибн Абдалази, химали языка, то, что из его имущества необходимо выплачивать закат, но вали не выплачивает этот закат, но подсчитывает его. А когда ребенок вырастет, то опекун говорит ему, на тебе обязан выплатить заката столько-то и столько-то, и тогда сам ребенок, который уже вырос, выплачивает закат собственноручно. Понятно или нет? И следующее мнение в этом вопросе, которое придерживался Ибн Абилейля. То, что он владеет, то есть этот ребенок, из него необходимо выплачивать закат, но если из него выплачивает закат его опекун, то он обязан вернуть его деньги этому ребенку. Это неправильно, так или нет? То есть потому что опекун действует только почему? Только в интересах этого ребенка и для него. Следующее мнение Ибн Шубрумы. Нет заката из его золота, из его серебра, но есть закат из его верблюдов, и коров, и из его баранов. Но это мнение, это разделение, нет на него довода. И последнее мнение, это мнение Абу Ханифы. Нет заката в его имуществе, кроме как из тех предметов, из которых забирается десятая часть, как урожай и тому подобные вещи. Ясно ли, знаете, урожай есть и других нет? Вот это вот мнение в этом вопросе. Мнение, как мы видим, множество. Правильным в этом вопросе является мнение большинства ученых. Каково мнение большинства ученых? То, что из имущества ребенка и имущества сумасшедшего человека забирается закат, и его должен выплачивать за ребенка и за сумасшедшего опекун, этих двоих. Так, выплачивая закат, и когда ребенок уже подрастет, или Мачдун вернется в свой разум, он уже не обязан повторно выплачивать закат, так как из его имущества закат уже был выплачен. Говорит ли хадис Ибн Аббас Аль-Лазихин Китар? Из-за хадисы Ибн Аббаса, который у нас в голове под номером 583. В нем сказано, Они обязаны выплачивать закат из своего имущества. Этот закат забирается от их богатых и отдает их бедным. Это явно указывает то, что выплата заката из имущества богатого является обязанностью. И это является правом бедняка из имущества бедного. Без разницы, этот человек богатый является ли он ребенком, или взрослым, или сумасшедшим. И пришел в хадисе Амра и Нушаиба от его отца, от его деда, от пророка, саллаллаху ассалям, Кто будет опекать ребенка, то есть сироту, у которого есть имущество, То может использовать это имущество в чем в торговле. И пусть не оставляет имущество, не пуская его в дело, так что его съезд, что закат. Так, но этот хадис, у нас, говорит, придет еще в книге под номером 592. Но этот хадис является слабым. В нем Аль-Мусанна Ибн Садбах, который является слабым и даже более чем просто слабым. Но достаточно в этом вопросе хадисы Ибн Аббаса, который в главе под номером 583. А что касается тех, которые сказали, что с имущества ребенка или сумасшедшего не нужно выплачивать закат, То в довод они привели хадис Руси Аль-Каляму Ан-Саласа, поднятый перо от троих. Ассады Хат-Яблюх, ребенок пока не достигнет совершеннолетия, И сумасшедший пока не придет в свой разум нам. Но большинство ученых ответило на этот хадис. То, что закат является правом или обязанностью в имуществе. И вопрос заката не связан непосредственно с тем, ребенок достиг возраста, когда он что-то обязан или нет. Из-за хадиса Ибн Аббаса, который приходил выше. К тому же это мнение пришло за соверную от подвижников, а не каул Аль-Джумур, Каманакал Азалик Ибн Музир Ангум. То есть мнение большинства ученых, как об этом глядал Ибн Музир от них. И все они являются установленными, которые берутся в довод. Установленные, то есть между хорошим и достоверным. Либо достоверным, либо хорошим. Санбих говорит примечание. Присыл от Ибн Музир, что он сказал. Мануалия Ятиман. Кто возьмет опекунство над пиратой, то пусть считает, что закат за него. А когда тот подрастет, то есть этот пиратат станет взрослым, и опекун будет отдавать ему имущество, пусть сообщит ему, сколько он должен выплачивать закат. Потом этот ребенок, который уже вырос, если захочет, пусть выплатит закат, а если захочет, пусть оставит это. Этот асар приводит Ибн Абишеба, а также Абуразах, а также Альберахи, но он является слабым. В нем две болезни. Первое, передача клеит Ибн Абисулей, который является слабым и запутавшимся. И второе, это прерванность в этом снаде, так как Муджаид передается от Ибн Масруда и ничего не слышал нам, и не слышал от него нам. Значит, этот асар является недостоверным. И нет ни одного асара от политиков нам, о том, чтобы они говорили, что не обязательно выплачивать закат из имущества ребенка. Значит, более правильное мнение в этом вопросе какое? Обязательность выплаты заката из имущества ребенка, из имущества сумасшедшего, и это обязаны сделать опекун, валит. Так, почему? Потому что это имущество не является их имуществом, а является правом кого? Бедняков. И оно содержится в этом имуществе, внутри его. Поэтому его необходимо выплачивать. И вопрос заката связан, не имеет прямой связи между обязанностями человека. Обязан он что-либо в шариате, или не обязан он что-либо в шариате, и так далее. Но имеет связь какую? То, что называется, вад-и. Как говорят, когда зайдет время, зайдет время, стало обязательным совершение намаза, допустим. Так или нет? Когда зайдет время Рамадана, стало обязательным держать месть, в разу месть Рамадана. Здесь то же самое. Когда имущество достигло определенного уровня, и прошел год, обязательно из него выплатить закат. Безравенство, кто владеет этим имуществом. Субханаталлахума. Хмдикиша влах, илляхи влахи, илляхи влахи. Продолжение следует... 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 По... Продолжение следует... 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 И... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...